Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, опухший, как всегда, после сна. Утречка у меня ранняя. Цива на восьмерых, случайные техи, и мне выпадает Норвегия. Мы на континентах, да? Пангея. Пангея всё-таки. Блин, ну, конечно, Норвегия на Пангея не так весело будет. Прямо скажем, континенты было бы веселее. Ну, такие способности... Ну, опять же, мы на случайных цивах. Да, постарайтесь друг другу не говорить, какие цивы при встрече, чтобы было удивление. У меня уже есть удивление от того, что я вижу. Ну, там, смотрите, на всякий случай ни у кого никаких забаненных цивилизаций, случайно, нет. Все морские юниты ближнего боя получают способность осуществлять рейды на прибрежной территории сразу. То есть, как каперы работают только сразу. Плюс 50% производства при создании всех морских юнитов ближнего боя. Мародёрство и рейды на побережье против рудников приносят не только золото, но и науку. То есть, рудники надо грабить. И мародёрство и рейды на побережье против каменоломен, пастбищ, плантации, лагерей приносят не только веру, но и культуру. Открытие морихоз подаёт уникальный юнитракар. После завершения исцеления судостроения, ваш флот получает способность передвижения по океану. То есть, судостроение открываю и по океану могу плавать. Ну и традиционно напоминаю, что все серии сразу видят спонсоры канала в вкладке сообщества. Большое спасибо вам за поддержку в это сложное время. Становитесь спонсорами канала, получайте эксклюзивный контент, а весь остальной чуть раньше, чем для других зрителей. Не, ну старт нормальный, но это ББС. Тут, понимаете, тут вполне... Ну, в принципе, наверное, на рыбацкие лодки надо будет пытаться пантеон брать. Хотя, с другой стороны, мне и вера нужна, что у меня уникальное здание. Это замена храма, по-моему. Необходя так, священные места получают дополнительно стандартный бонус за соседство с лесами. И плюс одно производство для каждого прибрежного ресурса в этом городе. Вау! То есть, например, здесь плюс четыре производства будет. Еще есть стандартное соседство. Ну, что-то два леса всего лишь. Типа, ну, три, хорошо, но я не могу несколько соседств поставить. То можно будет леса потом построить, да? Что по собой подразумевает Battle Balance Start? Лучше сбалансированный старт. Ну, например, все как минимум... Вот, если ты наведешь на высказательный знак, написано, что все... Минимальная дистанция 12 клеток. То есть, никто ближе, чем 12 клеток друг к другу не появился. Например. Так, ну что, прям сразу мрехолствует все. Вроде лошади и железо? Давайте подумаем. Ну что, железо не уверен, а лошади должны бить. По поводу люксов? Люксы нет, не влияет. Не факт, да. Нет, без, там проголосовали в итоге. Нет, вначале голосовали. Да, мы голосовали и, типа, в итоге... Большинство было против, да. Блин, я думаю, сразу мне... Просто открывать без карточки все. Хотя и так 50%. Так, а где у нас... Вот здесь. Нет, там было... Да, было 4 на 4. Третье, если что, это эти... Случайно тихие. А, третие, да? Первое, это кланы, второе, монополия, и третье, это... Эти, случайно тихие. Так, давайте сейчас все-таки животноводство. Ну ладно, хорошо. И тут все-таки сначала с разведчика начнем. Кого мы ждем? Меня. Закончил. В принципе, место неплохое, но... Ну, даже без рассинхронов. Да на 8 сейчас нормально будет. Вот я тогда за Византию когда играл, там, собственно... До последних эпох все норм было. Ну, только последние 10 ходов там, что началось. Ну, пока хаста не спушили. Ну, понятно, да. Это точно, да. Да, ну вот тут, конечно, вот тут будет гавань на плюс 4, да? Разве могут варвары идти на первый ход? Могут. Игра удалась. Ну, вот тут, конечно, видно река, тоже что-то... А вот это вопрос, озеро. Озеро хреново. Каких вулкан извергаетесь? С 4 латом этим, да. С 4 уровнем катаклизма. Блин, тут очень какие-то грустные. Вулкан извергся. Пойма. Ну, затопило. И смерть. Мистицизм. Вот нафиг надо, да? А может, стартового поселенца убить может вулкан? Да. Да, верно, да. Это было бы очень весело. Там, ВБГ вроде не убивает поселенцев. Нет, давайте теперь все-таки еще одного разведчика. Ну, надо, надо все исследовать. Так, а тут у меня международный... Да, вот мне новый контент надо открыть, чтобы карточку на корабли получить. В общем-то. Может, выкупить все-таки вот эту клетку? Блин, вот из-за вулкана я уверен, что этих овец убьет. В итоге. Куда ты пошел? Ой, как я обожаю вот эти лаги. В Циве. И она отправляет куда угодно юнит, а не туда, куда мне надо. Ну, тут надо будет город ставить, очевидно. Посмотрим, конечно, сколько там рыбацких судов вообще может быть. Просто я не думаю, стоит ли мне сейчас выкупать. Сейчас извергнется вулкан и убьет мне этих овец всех. А я потратил 25 монет. Ладно. С другой стороны, кто не рискует, тот не пьет ничего вообще. Так, давай. Ну, просто мне надо, чтобы город рос. Не 11 ходов, но хотя бы до трех вырасти. Скаут тут и так за один ход построится. Блин, это вообще законно. Обработку бронзы. Ну, это более-менее, хотя... Полный рандом попадается, или там есть какая-то закономерность? Полный рандом. Ну, то есть, может, одно и то же в течение раз попадается. Так, горное дело мне все-таки не надо, а вот точно в мореходство. А то, что ты нашел, вы говорите, что ты изучай. Да. Ну, кстати, по поводу ББСа, вот я вот царю, у меня только один ресурс роскоши вообще вокруг. А у кого-то там может быть... О, кстати, чудо. Кратер какой-то. Сейчас посмотрим. Добрый день. А мне не нравится, что вы тут есть у меня. Крокотау. Ну, вот это вот чудо из ББСа. Непроходимое чудо природы, вулкан, сетей, клетки, плюс две науки. Могу продать тебе и фу. Где находится чудо. Всегда активен. Интересует, нет? Сейчас, секунду, походите. Блин, тут озеро. Вот это, конечно, жалко, что тут не пройти. Я думал, тут будет какой-то проход. Не, у меня в руинках очень много хорошего насыпало, я найду. Письменность. Так что, вот реально, мне в руинках какую-то фигню дают. Наверное, здесь подалековато от меня. То есть, я это все и так ускорить могу. Не, ну где мы в руинках? Мы встретились очень хорошо. Так, я, наверное, по лесам возьму. Сейчас надо посмотреть тогда. Нет, этого нету давления, влияния, скобочках. О! Ну я примерно в шести лет. А вот это круто. Так, давайте этого тогда строителя отложим. Сразу посилы тогда строим. Да, конечно. Так, мореходство четыре хода. Ну мне надо просто две этих, чтобы судостроение, не судостроение, что там, гавани ускорить. Давайте мы сразу после мореходства пойдем в навигацию по звездам. Поэтому этим давайте сначала пшеницу, потом овец, потом этих лошадей. Я хочу свою столицу защитить от тебя, короче, вот. Блин, что у тебя так шумит вообще? Еще можешь возвращать. Просто, реально, я тебе, я, я... А мы здесь близко растем. Я просто представляю, что ты с души играешь. В прошлый раз у фонтана, у водопада, теперь в душе. Да, теперь в душе просто. А мне опять не нравится, тут нации есть сильные у нас. Да, нехорошо. Так близко, конечно. А ты меня нашел, типа? Я думал, я тебя нашел. Да, там на секунду разведчик выгнал. Каменную кладку. Ну вот каменную кладку, кстати, я не могу никак ускорить. Вот это норм. Блин, какая странная пангея. Честно говоря. Жек Когнер, а это вот прям ты от столицы один город или два в мою сторону ставишь? Блин, я уже на нормальный век набил. Так я еще и дракар сделаю. Нет, должен в золотой выходить. Правда, без веры. Не, ну просто вот эта метка, у меня город тут даже вообще никак не влезает. И что-то я никак не могу континент открыть. Ну давайте опыт разведки. Что-то я пока не вижу варваров. Поставь свой, поставь метку, где ты свой хочешь поставить. Город, где он влезает в тебя. Чтобы я тоже. Хотя оградился одним. О, валет. О, это вообще 100% надо веру, потому что валет-то за веру. Блин, так, слушайте, я на каком-то полуострове, а чего-то какой-то полуостров чисто для меня получается. Ну же рядышком. Ну да, довольно близко. Прикол. Дима, предложение. Да, ну короче, надо сюда идти, точно город ставить, это будет в сторону. Сколько котов-то продать формат своего чудя? Я? А ты кто мне спрашивает? Дима? Сколько у тебя есть, я не знаю. Давай 10 монет. Так, валет-то никакого задания не выдала? Великого торговца нанять? Это не ко мне. Слушай, ну... Когнер, давай, да, вот эта вот метка, в принципе, меня устраивает. Все равно... Ну, у меня города будут, скажем так, немножко в стороне. Кардив. А это, случайно, не варвары стали, Кард? Нет, не варвары. Да-да, случайно. Ой! Ай-яй-яй-яй. Прости, пожалуйста. Десятый ход, почти этот... Рекорд так быстро. Давай в качестве компенсации я тебе просто так веточку поставлю. Привет, Крейзи. Так, один ход само придет, добавится, так что подождем. Вот это, конечно, хреново. Я ж не собираюсь сейчас... Во-первых, я мог бы, на самом деле, разграбить дракарами, но отплывать тяжело. От левее, от двоих в варвары. О, Катю, здесь неплохо город встанет. Уже поздно. Да. Крокотау там... Ну, мне, Катю, у Крокотау тоже как-то надо будет поставить. Что он тут будет улучшать клетки очень круто. Тут и следует... Наверное, где-то ниже поставить. Вот сюда, например. Вот на эту клетку. 9-10 клеток. Чтобы вот эти все клетки Крокотау захватывать. Я надеюсь, я... Блин, где континент другой? Когнер, ты готов упняться обратно здесь, мой чудо? А ты же не нашел же его. Нет, я еще одно чудо нашел. А, ты предлагаешь, мне теперь приняться? Там вверху есть что-нибудь? Крейзи. А, в принципе, оно мне не надо, зачем я ускорение-то получил тихие. Ну, интересного, ничего, так, места неплохие. Да. Ну, конечно, вот это вот все мое. Тут надо как-то ставить. Ну, вот это вдоль города. Ты же сам сказал, 10 монет за чудо. Я тебя спалил, я сказал, в качестве компенсации, я тебе просто так покажу. А, ну... Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Карди, кстати, тоже для меня хорош, потому что он дает электричество за каждое здание в гавани. У меня, очевидно, одни гавани будут. Нет, нет. Надеюсь, тут варвары не появятся, пока я бегу по силам. О, священная еще ггшка какая-то, религиозная. Плюс один посол. Ну, такой, блин, где новый континент? Какие-то залежи серебра, ну, в такой тундре город ставить. Наверное, придется потом. Так, что у этого могу нанять? Копейщиков, клан горцев. Нафига мне копейщики. Так, Кардив хочет кампус. Торговца. Все как-то... Так, 12 ходов. Но мне нужен новый континент, и я его никак не могу найти. И Наску я первый нашел. Господи, а где все соперники тогда? Вопрос. Так, сюда. Блин, да ладно, все три очка перемещения. Потому что хотел встать и прокачку. Ладно, я еще сюда похожу. Тоже потеряюсь. Сюда, а потом возьму прокачку, чтобы здесь... Блин, тут какую-то... Тут не пройти, надо будет обратно возвращаться, мне кажется. Так, обрабатываем сначала янтарь. Потом рыбу. И тут прямо в навигацию по звездам прямой наводкой. И может уже, Дракарс, но три хода... Три хода жалко. Давайте поселенцев продолжим. Да, кстати, я, наверное, вернулся бы сюда скаутом, как раз тут исследовал, и этого второго поселенца бы довел... Так, у меня тут залочено неправильно. Ковнор, ты будешь против, если я сюда город начну ставить? Сейчас, секунду. Этот выход закончен, да? Куда? Сюда, да, против. Это у меня у столицы, в горе. Кроме того, есть вероятность, что тут еще какие-то руинки остались? Стоит ли туда сходить? Ой. А вот это... Небольшая жопка, как я отсюда пройду обратно. Вот эту, кстати, я точно могу Дракаром, да? Тем более, что он не морские юниты делает. Это, кстати, мне повезло, что это не морская клан кочевников. Хотя, я не знаю, может быть и... Я не знаю, как там описывается. Так, тоже, наверное, на леса возьму. Что-то тут холмов не так много, как лесов. Я в ту сторону иду, чтобы найти континент новый. И ускорить международную торговлю. И поставить карточку на 100% к созданию Дракаров. И наклепать их тут. Ну, вообще, немножко грустно, что я так на отшибе вообще от всех. Ну, давайте, континент. Ой, сейчас скаут побежит рассказывать обо мне. Блин, может, юниты построить? Может, мастерство пока открыть? Блин, ну, 9 ходов, подождите. 9 ходов мастерство открывать? Я жду твоей столицы, моей столицы. С меня город был, у тебя город был. Ну, как-то с вами договориться. Потому что, видишь, мы близко живем. Угу, согласен. Так, а Наска что хочет? Озарение для колеса. Вот озарение для колеса вполне возможно. Особенно, когда мы железо откроем. Правда, вот Наска мне никак. Ну, типа, у меня будет, конечно, священное место поставить там какой-нибудь бонус. Но в плане, что пустыни у меня никакой нету, и линии Наски я не смогу... Обычно вообще Наска, кстати, появляется в пустыне сама по себе. Теперь? Да, все. Вот первый раз, наверное... Ну, может, я, конечно, видел, просто забыл. Но вот то, что он просто так вот стоит среди каких-то лугов, никакой пустыни вообще нету, это довольно удивительно. Так, Паш, Кардив, надеюсь, будет разбираться там. Здравствуй. О, есть руинка. Но это судостроение надо открыть, чтобы туда переплыть. Слишком уж близко мы здесь расположим. Е-е-е, я нашел континент. Е-е-е. Не там, где ожидал, правда, но это очень хорошо. Видимо, тебя еще не видим. Сменяем. Так, увидят, так удивится, что... Плюс 100 морских юнитов. Веру пока оставляем. Что-то да, это тут все тесненько. Е-е. Это прям очень здорово. Так, я бы даже сначала... Сначала Дракар построил, потом поселенцы. Я просто не доведу поселенца, если откладывать. Ох ты, привет. Так, возвращаемся. Будем вот эту территорию открывать. Фонарь, а дай я выйду, чтобы меня не зажимать тут. Так, что я тут хочу... Наверное, надо вырубить лес вот этот. Я его вырублю под... Дима. Посело. Там снизу вороны, смотри. У меня же еще не открыто. Ты же выйдешь. А, точно. Сорян, топлю. Ну, что они у меня? А, у меня фонарь у них, я забыл. На самом деле, хочется очень крокотау повезти, поставить город. Но, во-первых, еще не исследовано. Во-вторых, тут столько варваров этих. Так, мне не дали пантеон, кстати, взять. Набрал 12, но пантеон не дают. Астрология открыта. Да, тебя далеко. Навигация по... Ну, у меня в навигацию по звездным прям прямой наводкой. Плюс еще астрология тоже мне нужна. Давайте я к эти гляну по поводу священного места, где... Ну, тут плюс 3, я понимаю, но тут, блин, вулкан. Да, может, все-таки реально поставить здесь? Вырубить эту... Давайте я реально пойду уберу овцу. Ауч. Копейщик больно ударил. Так, ну что, беру на... Ну, тундра нет, легенды пустыни нет, священный путь нет. Ну, бог моря. Блин, хотя тут не так много их. Вот в чем дело. А как нам с тобой город-то поставить? Производство от рыбацких судов. Ну, да. Ну, я, собственно, буду в золотом веке. Думаю, одну очко я где-нибудь наберу. Вот сюда. Так, а не поставилось что-то? Секунду. Монумент. Вот сюда. Сваливаем. Так, я дракаром, по идее, должен этот... Так, раз, два, три. Не доплывая, потому что надо тут открыть. Так, следующим ходом должен этот грабить. А куда всадник поскакал оттуда, интересно? Блин, куда мне этого поселенца... Сейчас, смогу я довезти? Я бы, я бы Павел его реально вот под Каркатау сюда ставить. Ну, это я точно уже в золотой век выхожу, это все понятно, я думаю. Торговца. Да, я даже уже трех этих, наши, три ГГшки нашел, то есть политическую философию ускорил. Кайф. Привет. Привет, Крейзи. Так, давайте думать, что по чудесам. Вообще, где-то явно неплохо Галикарнас зайдет. Ну, Караван лежит. Ну, я далеко отсюда. Хорошо. Так, и по океану я могу плавать, когда открою что? Судостроение. Игнорируется погружение и, ага, можно лечиться на нейтральной территории. Нифига, не разграбляет, вы посмотрите. Вот это подстава, потому что... А, посмотрите, он разграбит, если тут не будет никого. Не. Все-таки грабит, на самом деле, просто пока там юнит, то есть мне все-таки нужны будут наземные, грабит, да, прям на лошадей надо ставить. Ну, это просто шикарные клетки здесь будут. Просто надо довести этого поселенца туда. Так, еще один дракар. Это для ускорения судостроения как раз две галеры. Собираем овечек. И в очередь ставим священное место здесь. Ну, просто там у меня уникальная зада. Даже не только, нисколько для... О! Вижу чьи-то границы, не буду с ним встречаться, но его нафиг не хочу. Я думаю, что я за 10 ходов еще где-нибудь найду. Просто буду знать, что вот... Ну, это, судя по всему... Блин, не знаю, по цветам не пойму. Тебе, что по поводу расселения? Я тебя не верю. Ну, вот, например, попробовать. Такого тут варвары атакуют, блин. Вмешь ввиду... Места мои. Ауч. Так, ну этот не должен меня захватывать, по идее. Ладно, давайте так сделаем. Че-то как-то на карте гор насыпало. Я уже третий раз разведчиками в тупики убираюсь. Да, гор там нормально. Ну да, есть такое. Ну, у кого-то у меня их нету. Кстати, вот тут где-то надо будет все-таки город поставить. А что там Кампуса на плюс 5 тут у кого-то будут? Коблинар, там рулинка находится. Я надеюсь, ты ее не избираешь? Где там? Я вот метку поставил. Не, далеко от меня. Ты че? Блин, может зря я... Ну, блин... Надо священное место. Просто, может зря здесь я пос... А, такого мне казалось, убили. Так, ладно. Сюда пойдем. А, я там с Валеттой, наверное. Можно, кстати, постоять, подождать? Или здесь посмотреть? Может, какие-то руинки будут? Тут специально как-то становится... Тот самый незнакомец. Да-да-да. А, нет, убила варвара мне извержением, слушайте. А, нет, фу-то, вот он. Че-то... Нет, все нормально. Че-то я... Паника, паника. Ты вниз будешь силиться? Сейчас с этого я не скажу, куда я город кланирую. Так, по идее, этот клан не должен морские юниты клепать. Поэтому, я думаю, что я могу спокойно дракарами плыть куда-нибудь. И этот город, и вот этот. Вот эти два места. Садккор тоже где-нибудь ставить надо. Ну, да, я думаю, поместимся. Может быть, правую чуть-чуть сдвинуть. Именно на лошадей ставлю, чтобы... ...всеми радиусами вот эти вот клетки крокотауза хватить. Ну, то есть, они постоянно будут обогащаться. Он будет постоянно извергаться. Постоянно обогащаться. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине и Живе Беларусь! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok